В Ханты-Мансийском автономном округе добывают около 40% российской нефти. Миллионы тонн ископаемого топлива ежегодно расхищаются двумя способами. Через незаконные врезки в трубопроводы или при перевозке, утверждается в расследовании «Радио Свобода». С помощью покровительства высокопоставленных силовиков, действующих и бывших сотрудников ФСБ, МВД, ГИБДД, система промышленного воровства нефти продолжает работать. Бывший сотрудник частного охранного предприятия показывает одну из таких незаконных врезок в нефтепровод журналисту Эдуарду Шмонину. Буквально на несколько миллиметров, и вот она уже потекла. Буквально на несколько миллиметров, вот она нефть самотлорская. Незаконные врезки – повод для возбуждения уголовного дела. Но после выхода фильма «Шмонина. Криминальная нефть» о схемах хищения топлива в Нижневартовском районе Ханты-Мансийского автономного округа уголовное дело завели против него самого. Нередко врезки делаются на этапе закладки трубопровода. Информация с удобными для этого координатами может продаваться за 200-250 тысяч рублей, утверждают авторы расследования. Подключаются к врезке и воруют топливо часто по ночам. Для такой работы требуется от 7 до 15 человек – водители бензовозов, люди, которые наблюдают за трассами и подъездными путями. Зеленую дорогу нефтевозам с ворованной нефтью обеспечивают ГИБДД, сказано в расследовании «Радио Свобода». Покупают ворованную нефть как крупные нефтеперерабатывающие заводы, так и небольшие частные компании. Экономика хищений такова. Тонна очищенной нефти в пункте приема стоит 17-20 тысяч рублей – это около 250 долларов. Один нефтевоз вмещает в себя 25,5 тонн – это 450 тысяч рублей. За одну ночь с незаконной врезки можно вывести от 4 до 6 машин с топливом. Доход с такого рода хищений за ночь может доходить до 2 миллионов 700 тысяч рублей. Это около 36 тысяч долларов по текущему курсу. Работа подобной схемы предполагает коррупционные выплаты всей цепочки силовиков. Местным сотрудникам ФСБ, оперативно-розыскной части, начальнику ОВД города или района, сотрудникам МВД, плюс деньги для службы безопасности нефтекомпаний, на чьем участке находятся врезка, а еще выплаты ГИБДД и сотрудникам охраны. Все вместе – около 2 миллионов рублей в неделю. Собеседники автора расследования не смогли определить полный объем расхищаемой нефти даже на территории одного района. Сколько миллионов тонн нефти ежегодно может уходить мимо нефтяных компаний, и сколько миллиардов рублей недосчитывается бюджет – неясно. Официальные запросы автора расследования в Руснефть, Лукоил, Транснефть, Управление ФСБ по Тюменской области и Пахмау остались без ответа. Субтитры создавал DimaTorzok